Всем привет! Сегодня я хочу омолодить свой куст дендробиума. Все цветоводы, которые выращивают у себя на подоконнике этот прекрасный цветок, понимают, что рано или поздно этот кустик все равно нужно омолаживать. Что значит омолаживать этот кустик? Вот посмотрите, сколько молодых веточек вырастил этот куст. Вот посмотрите, вот этот вот веточка. Это называется бульбочка. Я раньше тоже не понимала, что значит бульбочка у этого дендробиума. Оказывается, это называют вот такую вот веточку. Видите, она молоденькая, на ней нету никаких цветений. А вот эта вот веточка, вот она. На ней видно, вот черешок остался от цветения. И далее вверх идут вот такие сухие черешочки. Здесь было цветение. Вот в этом месте, вот, цветения не было. И на следующий год здесь обязательно зацветет цветочек. Но я эту веточку все равно удалю, потому что на ней большинство цветов уже было. И она просто мешает уже другим набирать силу роста. Поэтому я вот этот вот цветочек, вот эту вот веточку, я ее удалю. К сожалению, одной рукой я не смогу удалить, так как сила нужна, чтобы сюда приложить. Но я вам показываю вот такую бульбочку, которую я уже удалила. Вот видно срез. Для этого мне понадобились две руки, потому что очень тяжело одной рукой удалять. И сейчас я удалю и вот эту бульбочку. Сейчас еще покажу на втором кустике. Вот смотрите, тоже старая бульбочка. Вот она идет. На ней видно, что все междоузлия, вот они. Сейчас я вам покажу. Вот, цветение происходит на вот таких вот междоузлиях. Вот оно видно. И здесь все междоузлия, они уже процвели. Поэтому я эту веточку тоже удалю. Видите, какие у нее уже толстые старые корешки. А да, что оставлю вот эти молодые. В молодую вот эту порость. И она на следующий год, ранней весной, начнет свистеть. Сейчас я это удалю и покажу вам, как будут смотреться эти два кустика без старых бульбочек. Ну вот так я обрезала весь свой дендробиум. Вот все лишние уже отсвевшие бульбочки. И хочу сказать, что вот если посмотреть на вот эту бульбочку, вот она. Видно, что на ней остались высохшие цветочки, несколько штук. Можно подумать, что она уже отсвела. Но она еще маленькая, эта веточка. Верхушка у нее еще не засохла. И на следующий год она будет продолжать расти вверх. Вот так вот будет расти вверх. И потом у нее здесь вверху будут свистеть новые цветочки. Так что омоложение я провела. Кто-то может даже брать и рассаживать. Достаточно вот взять вот эту вот веточку, аккуратненько вместе с корнями отсюда отсоединить. И посадить отдельно. Это будет отдельное растение дендробиума. Но это нужно делать, когда вот этот росточек еще маленький. Сейчас я вам покажу, как я отделила две такие детки. И как они у меня сейчас растут. Ранней весной я отделила две детки дендробиума, которые росли вот здесь. Белые корешки это молодые кустики, которые начали расти весной. Я что-то оставила и они вот так уже выросли большие. Но выросли они такими крепкими, хорошими за счет материнского куста. То есть силы они берут оттуда. А вот две детки, которые я отсоединила, они уже пытаются расти сами. Им конечно тяжеловато и может им что-то не хватает. Но тем не менее это тоже очень хороший способ. Видите, у одной бульбочки уже начинает расти свой молодой росточек. Он тоже будет брать питание от старой своей бульбочки. Второй кустик тоже неплохо себя чувствует. Но единственное, что при поливе, либо их часто поливать и ставить на блюдечко, либо сделать вот как я. Я поставила в такую вот пластмассовую емкость. И когда сверху поливаю, вся водичка стекает вниз. И они уже оттуда, корешки, тянут влагу себе вверх. Вот так тоже можно размножать зендробиум. А вот у меня еще растет моя красавица, которая зацвела осенью. Тоже, кстати, орхидейка, которой кустик очень большой. Вот такой вот. Видите, какой кустик. И я его по весне тоже буду размножать делением корнемища. Потом я тоже вам покажу. В принципе, у меня видео об этом уже есть. И это все правильно, это все делится, и это все растет, не пропадает. Поэтому, кому интересно, загляньте ко мне на плейлист про орхидеи. Там это все показано. А нет, тогда весной ждите. Я вам обязательно еще раз покажу. Вот такая красота у меня распустилась. Листики, цветочки вот такие огромные. Вот, что я хотела вам сказать про свой зендробиум. Цветет он белым цветом. И когда он зацветет, я еще раз покажу вам, как же обильно и красиво выглядит в цвету этот зендробиум. Ну, а пока всем до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok